всем доброго времени суток меня зовут олеся его на моем канале будем с вами вязать вот такую подставку но это может быть маленькой салфеточкой может быть подставочкой давайте я вам объясню что обозначают данные иероглиф скажем так да потому что для кого-то это может быть китайская грамота не все умеют читать схемы и это ничего страшного смотрите здесь у нас мы набираем цепочку либо из петелек и потом начинаем вязать либо вы делаете амигуруми петлю да и из нее вывязываете сразу 12 столбиков без накида мне удобно самый классический вариант самый старый вариант для салфеток это же конечно же цепочка из 6 воздушных петель простите и так что же обозначают вот эти вот крестики крестики это столбики без накида далее вот такие антенки видите тут антенка это столбик с одним накидом вот такие вот кружочки обозначают воздушные петли и черные точки это соединительные петли соединительные столбики кому как нравится вот из всего того что у меня было дома у меня было вот это еще не все здесь еще альма норма у меня отдельный вид буду вязать майку это такое лирическое отступление буду вязать всем майку и схему я уже себе нашла вверх мне там понравился они с можно сделать любой ну и вот из всего что этого есть мой выбор остановился вот на этой пряжи это хлопок мерсеризованный так что я буду вязать из него здесь 200 метров на 50 грамм и так приступим у меня крючок подходящий под пряжу я взяла в этот раз три с половиной потому что я хочу сделать не салфетку а подставку здесь рекомендации по пряжи тут от 2 до 4 поэтому в принципе я вписываюсь выберите тот который вам удобен для вашей плотности так я набираю 6 воздушных петель то есть вы набираете так как удобно вам затянула 1 2 3 4 5 6 вот 6 петелек у меня получилось и плюс я еще взяла такой крючок чтобы вам все было наглядно видно и удобно и понятно значит я буду вязать прям в круг то есть вот сюда 12 столбиков без накида вот таким образом я буду вязать то есть мы идем вот сюда в серединку то есть да вот сюда в серединку и при этом я прокладываю сразу свой хвостик чтобы его спрятать если вы так не делайте ничего страшного это не ошибка и вот так я вижу 12 штук то есть это до конца ряда обычные столбики без накида и до крючок вы можете держать так как вам удобно мне в данном случае удобно так потому что я так могу показать вам все петли изнутри это очень удобно тем временем я связала 12 и замыкаю первую петельку которую начинали вязать петлей соединения вот первый круг у меня готов первый ряд наш готов вот эту ниточку я ее обрежу ее не будет если вам не нравится какая-то ну вот то что здесь дырочка вы можете смело делать петлю амигуруми меня она устраивает мне она даже очень нравится далее согласно нашей схемы мы должны сделать 3 воздушные петли и в этом эту же петлю должны мы провязать столбик с накидом то есть мы делаем 1 2 3 и в эту же вот с которой вы начали вязать сюда же мы провязываем столбик с накидом накид провязали и тем самым делаем сколько повторений это у нас считается за 1 за 1 так скажем за первую галочку и того их должно быть раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 12 то есть в каждый столбик вы провязываете по 2 по 2 столбика с накидом все делайте накид идете в следующий столбик предыдущего ряда вытаскивайте петельку провязывайте сначала накид а затем обе петельки на крючке опять накид и в эту же идете то есть все 12 вы должны вот таким образом увеличить на 2 то есть у вас было 12 станет в итоге 24 столбика ничего пока но тут принципе вся салфетка такая несложная скажем так будет очень интересная солнечная подставка под что-либо даже может быть вы можете ее поставить под цветочный горшок вот 12 штук я связала вот у нас здесь было три раз два три да и вот сюда вот видите вот сюда в основании вот сюда мы делаем с вами соединительный столбик то есть вот петелечку сделали все подтянули все вытянули вот у вас второй ряд готов далее смотрите третий ряд у нас идет нам надо сделать три воздушные и в это же место нам нужно провязать сами еще дополнительных два столбика с накидом как делаю это я черную точку мы с вами пропустили мы сделали как раз вот этот соединительный столбик это и есть черная . скажем так делаем теперь раз два три накид и в это же вот видите основание куда вы заканчивали ряд вы заходите и провязывайте еще два столбика с накидом и в этом основании у вас их получается три вот таким образом видите далее у нас идет согласно схемы мы чередуем воздушные петли с такими как бы веерочками я их называю то есть мы делаем 2 воздушные петли крючком сделали теперь смотрим через сколько нам 5 столбиков нужно это сделать через два то есть каждый раз мы их будем делать через два накид сделали отсчитали 1 2 и пошли в 3 об обязательно подтягивайте ниточку чтобы у вас не бугрилась раз провязали в эту же самую основу идем 2 провязали и 3 в эту же основу вот таким образом нам нужно провязать до конца ряда и закончить двумя воздушными петлями 8 веерочков у вас должно получиться далее вы делаете две воздушные петли и вам нужно замыкать именно уже здесь то есть раз два три и в третью проваливайтесь не за одну стенку а прям проваливайтесь вот видите галочка 2 пошла вот вот сюда вот как бы за два краешка подтянули и соединили вас получается вот такая штучка заготовочка как я всегда называю первые два три ряда это заготовочка формирование узора дальше все тоже делаем легко и просто то есть смотрите как и с первым да у нас было также набираем с вами 3 воздушные петли подъема вот подняли их идем теперь с вами то есть нам нужно с вами сделать вот сюда же мы делаем и при бабочку сделали при бабочку все у вас две далее казалось бы все что делать нам нужно провязать одну и вторую прибавку накид вот смотрите вот здесь у вас видите вы подхватываете и идете сюда как раз у вас столбик получится над столбиком понимаете о чем я почему я вам сказала что именно в третью здесь мы делаем то есть у вас столбик получается над столбиком и теперь мы спокойно вот сюда делаем нашу при бабочку то есть два столбика с накидом согласно опять же схемы все первый узор мы провязали первый веерок дальше у нас то же самое и до конца круга мы будем вязать то же самое 2 воздушные петли и 5 столбиков накидов просто по краям у вас будут идти видите галочки это при бабочки считаются то есть вот делаем 2 сделали теперь идем вот сюда не вот куда-то сюда а вот сюда и вяжем с вами два столбика с накидом провязали салфетки вязать на самом деле увлекательно и очень интересно и идем вот сюда 3 идем сюда для этого я взяла крючок побольше чтобы петли были больше вам было все видно все дырочки вот и таким образом мы с вами вяжем по кругу встречаемся в конце ряда заканчиваем ряд опять же двумя воздушными петлями вот закончили мы ряд смотрите как у нас все интересно получается правда можете положить перед собой сразу все проверить ровненько ли у вас все красиво где не стянуто вот идем дальше с вами нам еще связать вот этот круг то есть также делаем 3 а подождите мы еще с вами не собрали наш ряд то есть считаем 1 2 3 в третью заходим и запечатываем наш круг соединительным столбиком вот так получается дальше мы также делаем 3 воздушные петли подъема сюда же мы с вами провязываем столбик с накидом при бабочка и теперь смотрите нам надо пройти 1 2 3 то есть мы идем вот вот видите наш второй столбик от начала вот он в него девочки для это для того чтобы у вас все было ровнее вы туда проваливайтесь провязывайте раз вот он второй то есть не вот в эту дырочку видеть а вот у вас косичка прям ложится перед вами 2 и у вас будут столбики над столбиками это очень красиво на самом деле и аккуратно и 3 3 также мы делаем в эту косичку в раскол и провязываем 3 и в последнюю нас получается сделаем с вами при бабочку таким образом мы с вами делаем при бабочку вот что у нас получается давайте еще на этом вам покажу чтобы было понять не раз вам фокус сегодня не хочет прямо устанавливаться смотрите для того чтобы вот не было видите я вот первый вам показала это сейчас сравните вот так то я вижу все в расколы а этот именно первый чтобы сравнили вы потом как это будет смотреться более опрятно делаем накид и вот смотрите идем не вот сюда вот казалось бы сюда засунул и все нет делаем вот в эту петельку берем и достаем нить подтянули провязали столбик сделали накид и идем опять сюда же у нас же с вами прибавка провязали видите у нас все идет друг на другом как схеме делаем накид и опять идем не вот сюда а вот сюда девочки об так у вас будет все ровненько аккуратненько особенно если вы вяжете на продажу и хотите кому-то продать или подарить никто никогда не скажет что это вязали именно вы вот сюда и опять в раскол идем сюда вот таким образом делаю видео максимально подробным чтобы вы понимали и пробовали и сюда тоже идем в раскол здесь мы вяжем с вами как раз при бабочки раз и при бабочка видите сравните как у было здесь и как здесь правда же нарядные красиво и ничего не выпирает вяжем так до конца ряда вот смотрите мы довязали с вами последний ряд основного узора то есть мы сформировали с вами такие можно сказать не знаю лучки может быть перевод 2 у нас есть идем также раз-два в третью соединяем соединили все вы даже можете взять для вот этих лепестков какую-то контрастную нить и вязать ей если хочется я буду вязать желтым то есть классика и так что мы делаем дальше у нас тут есть одну точку мы с сделали одну точку мы с вами сделали и нам их надо еще раз два три то есть нам нужно с вами прийти туда откуда будет начинаться следующий ряд и так смотрите вот они наши три столбика 1 2 3 которую мы должны закрыть то есть идем 1 2 3 все вас кстати будет и не видно начало ряда если что если вы все сделаете так как я вам говорю начало ряда у вас видно не будет все здесь мы зацементировались раз два три четыре вот в четвертой мы находимся делаем 3 воздушные петли подъема и формируем наш вот такой веерочек в это же основание провязываем еще два столбика с накидом провязали далее согласно схемы делаем 2 воздушные петли и теперь считаем то есть у нас вот эти веерочки с вами будут через каждых раз два три то есть вот сюда видите вот сюда будем вязать потом отступаем раз два три в четвертую сюда в раскол сейчас вот эти вот вот эту и вот эту мы с вашим свяжем вместе а дальше до конца ряда вы будете вязать сами но тут принцип один и тот же будет просто я вам покажу как вяжу я и так 2 воздушные петли подъема ой просто 2 и так 2 воздушные петли мы сделали дальше делаем накид и идем в арку я всегда вяжу в арку мне так кажется более оригинально и лучше и проще не знаю но от этого суть узора не меняется 2 в расколы я не вижу это ни на что не влияет абсолютно вот провязали далее вы делаете две воздушные петли и согласно схема нашего отступать раз два три и в четвертую нам надо провязать вот четвертую мы идем в раскол также как мы делали прибавки в прошлый раз в раскол вы упали то есть это прям вот будет центр и также провязали 3 столбика с накидом в одно основание то есть тот прям будет точь-точь как по схеме и не отступая и узор у вас никуда смещаться не будет вот у вас вот так получается далее вы делаете опять две воздушные петли и вяжем в арку да то есть если кто может вязать в раскол в арках то пожалуйста это ни в коем разе не делает хуже полотно это значит что вам так удобно опять две воздушные петли опять считаем раз два три и идем в четвертую именно в раскол девочки в саму косичку чтобы у вас было ровненько столбики стояли друг над другом 2 и 3 вот так мы делаем вот так у вас получается и вы теперь вот это все провязывайте до конца ряда и встречаемся мы с вами там на 2 воздушных петлях вот мы закончили наш ряд двумя воздушными петлями и соединяем то есть раз два в третью очень важно именно в раскол девчонки чтобы было друг на дружкой понимаете теперь смотрите следующий ряд очень важно понимать что у вас будут прибавки чередоваться посмотрите изначально вот мы с вами провяжем его сейчас у вас будет галочка то есть прибавка прибавки я всегда галочками называю не удивляйтесь то есть такая галочка потом столбик и еще раз галочка делаем две воздушные здесь то есть там где мы вязали в арку совсем по другому видите узор выглядит то есть мы провязываем один столбик далее у нас идет галочка и один столбик и опять чередуем вот этот ряд очень важен как и следующий ну что давайте что время терять так делаем с вами 3 воздушные петли накид идем сюда же откуда начинали эти три воздушные провязываем нашу галочку делаем накид и провязываем не под а в галочку то есть девочки в раскол прям провязывайте не стесняйтесь то есть у вас так будет ровненько все и здесь также делаем галочку в раскол поначалу будет непонятно туго но я думаю что вы все справитесь 2 воздушные петли и теперь вот здесь нам надо с вами провязать вот так делаем накид провязываем вот сюда видите вот куда я хожу сами галочки скажем так в расколы верни провязали теперь вот сюда в серединку вот видите вот сюда в серединку таким образом мы провязываем прибавку об и у вас получается друг над дружкой и в последнем мы просто провязываем столбик с накидом видите как получается далее мы делаем 2 воздушные петли и опять чередуем то есть теперь у нас здесь будет прибавка столбик прибавка то есть опять мы идем в раскол вы его увидите он у вас прям будет вид виден ведь у вас есть вот такая арочка а вы в нее не ходите вы идите вот сюда сам столбик вы его увидите он у вас будет видать он будет к вам повернут лицом сделали при бабочку далее накид идем просто провязываем вот здесь просто провязываем с вами столбик и с краю такие же проводим манипуляции и вот так мы вяжем чередуя прибавки до конца нашего ряда заканчиваем наш ряд идем раз-два-три в третью образом делаем так теперь мы с вами вяжем предпоследний ряд видите у нас здесь галочка потом раз-два-три галочка здесь у нас идет одна воздушка столбик столбик галочка столбик и вот так мы будем чередовать давайте пробовать 3 воздушные петли подъема сюда провязываем нашу прибавку далее мы вяжем три столбика я вижу в расколы 5 повторюсь что так более не знаю красив что ли и так и так правильно все по-разному вяжут мне нравится больше вот так 3 сюда мы делаем с вами прибавку 1 то есть у нас одна воздушная петля согласно схемы далее мы провязываем с вами 1 столбик 2 столбик то есть у вас вот так получается эти два столбика далее у нас идет при бабочка тоже в раскол я ее обязательно делаю 1 сюда же 2 и завершаем одним столбиком с накидом вот у нас что получается вот так далее мы с вами опять одну воздушную петлю делаем и прибавки у нас будут по краям то есть вы чередуете их раз сюда же идет при бабочка дальше идем просто столбик раз сюда же тоже столбик 2 и вот сюда в последнем мы делаем с вами при бабочку в раскол опять же все встречаемся с вами в конце ряда закончили мы с вами ряд теперь смотрите согласно нашей схемы мы с вами делаем здесь то есть соединительную петельку 1 2 3 в третью пошли и начинается самое интересное мы будем формировать наши так называемые шаг так давайте теперь последний ряд вот мы сделали с вами завершили его теперь мы будем формировать так называемые шапочки так теперь мы делаем с вами полу столбик то есть вот он делаете накид и вот сюда идете во вторую то есть тоже в раскол и их вы провязываете вот таким образом об провязали дальше у нас идет в следующий раз корма вяжем с вами столбик с одним накидом вот так провязали дальше делаем два накида идем следующий спалбик опять же в раскол видите я иду и провязываю его вот таким образом дальше симметрично у нас идет столбик с одним накидом не забывайте все подтягивать потом у нас идет полустолбик то есть это вот так для лучшего так скажем диапазона и столбик без накида у нас завершает все вот такой у нас лепесток получается далее мы делаем соединительный столбик или петлю варку далее у нас идет опять я делаю в раскол столбик без накида обычный далее у меня также в раскол следующий я делаю столбик с одним накидом далее у меня будет столбик с двумя накидами опять же я делаю в раскол все было красиво это важно вот таким образом дальше у меня опять идет столбик с одним накидом сразу столбик без накида то есть опять же здесь идет чередование то есть у нас будет вот такой маленький как бы стебелек и более широкий еще делаем варку соединительный столбик далее в раскол я провязываю обычный столбик без накида далее делаю накид следующий накид следующий раскол я провязываю полустолбик вот такой он становится повыше далее делаю накид и следующий раскол провязываю накид 2 петли далее я делаю 2 накида еду вот сюда и также я провязываю 2 накида потом я делаю накид это сюда следующем все в расколы девчонки я вижу потом я делаю еще один полустолбик видите вот так опля и завершается этот лепесток у меня обычным столбиком без накида то есть видите как получается вот завершенные столбики это мы еще с вами все от полируем в плане в это я имею ввиду я покажу как я делаю в этого обязательно в этом видео вот и согласно схемы вы так делаете все и возвращаемся с вами в конце ряда покажу как мы будем завершать наше вязание все и заканчиваем тут вам предлагают видите как сделать варку провязать соединительную петелечку вот она у вас и все соединительная петелечка у вас должна быть вот вот сюда но я вам предлагаю вот не вот сюда делать а вот сюда так будет более красиво все отрезаем об под затем прям затягивайте девочки не бойтесь прям вот чтоб как говорится свербил на зубу все здесь я уже отрезала мне уже тут ниточки не мешать теперь вот здесь беру крючок поменьше и теперь видите я же заканчивала спереди а мне же надо чтоб красиво было я беру просто иду вот она косичка видите у меня косичка в косичку беру ее забираю подождите забираю и теперь вот она у меня вот здесь вот так вот кладу ее прокладывание знак правильно просклонять слова и еще раз иду вот в эту косичку уже пониже которая забрала сюда уже не стягивая просто забрала и все чтобы ну вот легло у вас и все не нарушать так сказать соединительных столбиков и все она у вас никуда не убежит и я ее прокладываю вдоль вот тут вязание под галочками с обратной с изнаночной стороны буквально вот так и все это же отрезаю вот тут вот так все наша салфеточка с вами готова сейчас она пойдет на vto и я вам скажу собственно vto я буду давать ей просто с утюгом я дам ей просто с утюга и это будет достаточно с изнаночной стороны более вот так и и подтяну всю красиво оформлю и уже вам все покажу еще смотрите сколько можно таких пар навязать чайных кофейных неважно ведь на салфеточку ушло всего грамм на 15 сейчас я взвешиваю и скажу вам сколько точно ушло посмотрите 9 грамм на салфетку 9 грамм пусть 10 тут 50 то есть пять вот таких вот салфеточек у вас должно выйти диаметру данной салфетки будет высшие точки до выше но сантиметров 15 это достаточно чтобы поставить сюда либо цветок либо заварник либо вазочку с конфетами в конце видео обязательно это все будет посмотрите вариации а я на этом с вами прощаюсь ровных вам петелек жду комментарии получилось не получилось также отмечайте меня если вы будете выкладывать вязать или скидывайте мне в личку я буду смотреть и любоваться вашими шедеврами все целую обнимаю пока пока ну и собственно мой чайный напор из четырех салфеток выглядит вот так всем ровных петелек тут вопросы обязательно пишите в комментариях я всех целую и до новых мастер-классов пока пока